здравствуйте добрый день друзья я очень рад вас приветствовать меня зовут антон бабушка я являюсь директором отдела маркетинга в россии и странах снг и сегодня у нас очень достаточно короткое мероприятие но при этом очень очень насыщенно и очень горячее будет масса крутых спикеров новостей будет президента по региону европы рассказывать нам новости что у нас нового появилось что у нас еще будет появляться какие у нас сейчас результаты у нас точно также будет розыгрыш у нас будет розыгрыш у нас будет будут призы и обязательно мы разыграем это в самом конце мероприятия вы увидите кто что получит все за обязательно пожалуйста заполняйте формочку внизу под этим видео прокрутите страничку вниз и заполните пожалуйста форму и я хочу сейчас вы кстати вы видите на экране наши призы мы разыграем одну упаковку revita blue и целую линейку продуктов rvl это кондиционер шампунь инфузионная сыворотка и правда правда очень много крутых спикеров сегодня будет новые статусы признания и мощные лидеры но я сейчас хочу передать слово о своей коллеге которая глубоко переживает за ваш успех всегда поверьте я с ней работаю уже достаточно давно знаю и вижу как она вовлечена во все процессы как она переживает за взятие бонусов каждым партнером давайте все вместе поприветствуем директора по продажам с россии и страны снг анну суржанскую антон здравствуй спасибо большое здравствуйте уважаемые участники я рада вас всех приветствовать для меня огромная честь сегодня представить результаты региона а именно результаты июня месяца сейчас мы посмотрим как раз подключаем нашу презентацию и начнем уверена что сегодня очень много у нас и лидеров и партнеров вот презентация и так хотела бы рассказать вам сразу что я вас поздравляю я вас поздравляю и июнь это рекордный месяц рекордный месяц давайте посмотрим почему какие результаты рост продаж к июню прошлого года составил 70 процентов а к прошлому месяцу мая почти 45 так что вот почему этот месяц рекордный месяц в этом году по объему продаж а посмотрите почему это так произошло в том числе потому что мы имеем в два раза больше победителей это рекорд также нас победителей программе diamond vision то есть больше наших партнеров больше лидеров получили свои заслуженные бонусы поздравляю вас посмотрите два раза больше чем нас был предыдущий рекорд а на этом слайде вы можете видеть 5 рынков которые внесли самый большой вклад в объем продаж этого месяца и столбики вы видите рост к прошлому году именно к июню месяцу 93 процентов у россии 12 процентов казахстан имеет рост 151 процент роста у республики беларусь вот республика беларусь сработала в этом месяце невероятно результативно латвия имеет 40 процентов роста к прошлому году и восемь раз представьте себе восемь раз румыния выросла по отношению к прошлому году если мы с вами посмотрим на следующем слайде на синюю линию то мы увидим как развиваются наши продажи в этом году и мы с начала года с января по и мы видим что это уже 10 процентов роста а июнь рекордный месяц лета 70 процентов не уставляю не устаю вам повторять это и опять говорю об этом а посмотрим от чего растут продажи наш что влияет особенно сильно на продажи здесь вы видите как насколько меняли меняется в лучшую сторону растет количество новых партнеров которые приходят к нам на наши рынки 24 процента на 24 процента выше чем прошлом году и вот эта вся синяя линия вы видите как растут наши новички 65 процентов было больше чем в июне месяце и давайте поговорим о тех людям которые внесли самый большой вклад в результат июня которые больше чем другие приложили усилий которые больше чем другие думали о том что как бы лучше сработать и сделали это и так новые статусы июня саппиры компании джиннесс глобал новые статиры я думаю сейчас вы их поздравите еще раз румыния андрея косма из латвии саппир сергей ивкис также саппир новый саппир мы не эва киролай очень много саппиров в этом в этом месяце в республике беларусь светлана и ольга довста поздравляем саппир из литвы андрей санцевич с большой команды уже владислав витюк республика беларусь а также из республики из минска сергей демочкин и казахстан представляют два новых саппира назигуль нашанова и толгат ауэза это саппиры мы переходим к следующему рангу саппир 25 и так встречайте саппир 25 дмитрий хорошко ваши поздравления и марина подопросветова из россии но мы не остановились на саппиры 25 саппиры 50 новые саппиры 50 и опять республика беларусь пётр золотков и евгений веремеевич поздравляем вас и ваши команды и в республике беларусь есть еще одни одна саппировая пара но не просто саппировая а пара элитных саппиров и так элитные саппиры республики беларусь екатерина и сергей шутро они делают семейный бизнес и у них огромные планы поздравляю а мы переходим к следующему уже уровню это рубиновые директор это директорский уровень и поздравляю вместе с вами нового рубиного директора компании джинс глобал леонид гладких россия леонид поздравляю вас и вашу команду также в этот месяц получил свой новый статус коллега леонида эдуард гринко рубиновый директор компании джинс глобал эдуард гринко теперь вот директор на еще на одного директора больше стало и мне очень приятно представить следующий статус у нас новый изумруд изумрудный директор этот человек сделал все чтобы получить этот статус именно в июне вместе со своей командой они работали как одно целое и мы с вами поздравляем нового изумрудного директора компании джинс глобал это лариса лариса примите поздравления и конечно мы ждем новых статусов уже от вас и вашей команды уже в этом году ну на этом мы поговорили о результатах давайте посмотрим какие инструменты есть у нас для того чтобы в июле мы не просто остались на уровне но и пошли вперед конечно нам очень помогает льготная регистрация 1 доллар а также я думаю вы все цените подарки к регистрационным пакетам это невероятно что наши новые партнеры покупая амбасадор могут получить следите за тем каким пакетом есть подарки и наши бестселлеры те все лидеры которых мы сейчас видели сфокусируются именно на этих регистрационных пакетов летний пакет амбасадор с повышенной повышенным бонусом спонсору 400 долларов и также еще один пакет для всей семьи амбасадор для здоровья всей семьи который также дает повышенную коммун комиссию мы с вами фокусируемся на умной доставке понимаем что это стабильность нашего бизнеса если вы еще не знаете об этой программе которая у нас есть для предварительной доставки обязательно спросите у своего спонсора или вышестоящего лидера чтобы он вам рассказал какие выгоды вы получите ну а также вы сделаете чуть чуть больше заказ на 100 себе в ежемесячной умной доставке и получите в подарок невероятный продукт манови следите за продуктовыми акциями сообщайте об этом всем вашим клиентам и вашим партнерам и вы выигрываете программе которая действует и сейчас экватор этой программы это наша поощрительная поездка в круиз в следующем году вот на этом мой обзор подошел к концу и я считаю что для всех партнеров очень важно знать не только результаты своей страны не только результаты тех рынков где работают но а в целом и компании а также и конечно же регионов которые которым относится страна уверена что вы все знаете что мы относимся к региону европа и ближний восток нам очень важно знать те новости новости ту информацию антон уже говорил об этом конечно мы ждем и мы с удовольствием и на эту информацию нам представить человек которого мы ждем с удовольствием и с нетерпением это президент региона европа и ближний восток и я приглашаю Кайла Коуплэнда привет Анна как у тебя дела сегодня рад быть со всеми сегодня я рад приветствовать всех все страны СНГ Беларусь и Казахстан сейчас в Юте очень рано в Соединенных Штатах я думал что нет лучшего способа начать день чем как семьей Женес Фэмили спасибо что вы со мной я очень был рад видеть продвижение в этом месте по квалификациям поэтому это так здорово видеть такой успех который происходит в странах СНГ у меня есть буквально три или четыре минуты поэтому я бы хотел быстро провести обновление которое происходит если вы смотрите сегодня Женес Лайв некоторые из этих слайдов это больше повтор но я хочу чтобы все знали что действительно происходит какой успех сейчас у Женес так следующий слайд у нас самый большой месяц самый прибыльный месяц я говорил что самый большой месяц был три месяца назад и опять таки рекордный месяц поэтому это здорово что мы продолжаем делать то что мы делаем и успех который у нас есть поэтому я хотел бы вас всех поздравить потому что вы выходите и вы передаете сообщение Женес чтобы все могли понять кто мы как компания и мы продолжаем расти и я надеюсь что этот рост будет продолжаться всегда следующий слайд итак продажи по региону поднялись на 51% опять как я говорил два или три месяца назад что у нас был самый рекордный месяц что у нас был подъем 51% по продажам поэтому хочу вас всех поздравить с этим успехом следующий слайд наши лучшие рынки я всегда говорил что мы работаем на 70 рынках по этому региону я хочу сказать что все 70 марков все 70 рынков отлично работают но я бы хотел поздравить в первую очередь топ 10 рынков 10 в Великобритании 9 в Швейцарии 8 в Генгрии 8 в Генгрии 7 в России 6 в Турции 5 в Саудовской Аравии 4 в Египет 3 в Объединенные Арабские Эмираты 2 место в Германии и номер 1 в Италии 5 в США опять как я хотел сказать 7 в Саудове 7 рынков эти наши топ 10 но у нас был огромный рост поэтому поздравления мои поздравления что также отличная новость это то что у нас более 5 рынков более 5 рынков имеют оборот выше миллиона долларов Германия, Италия, Египет, Саудовская Аравия. И это здорово видеть наши рынки, которые так преуспевают. Итак, самые растущие рынки. Поздравление Узбекистан. 240% прироста. Замечательная новость. Египет, Грузия. Также поздравление. 176% каждый месяц. Объединенные Арабские Эмираты, Ливан, Беларусь, 102%. Поздравление с этим. Казахстан 88%. И Украина 78%. То есть, среди наших 70 рынков, на которых мы оперируем, как вы видите, самые большие рынки, которые растут в страны СНГ. Поэтому еще раз хочу сказать, замечательная работа. Итак, количество подписок плюс 35% по сравнению с прошлым месяцем. Итак, лучшие страны по подпискам по результатам июня 20-го года. Как вы видите, Египет, Италия, Россия на 8-м месте. Юнайтед Кингдом и Узбекистан на 9-м месте. Итак, лучшие по росту подписок. Опять-таки, Узбекистан. 240%. Грузия 153%. Израиль 104%. Катар, Бельгия, Египет, Венгрия. И страны лучшие по смарт-деливери – это Италия, Франция, Португалия, Чехия, Швейцария. Только что мы говорили о том, как у нас много было продвижений по квалификациям. И я надеюсь, что у вас у всех есть цели, какой вы ранг хотите получить. И что вы делаете для этого все необходимое. Сейчас вы видите буквально за месяц июнь результаты. У нас было 3866 специалистов. У нас было 757 нефритов. 518 жемчугов. 194 сапфира. 69 сапфиров 25. 39 сапфиров 50. 26 сапфиров 50. 26 сапфиров элит. 7 новой эморады. У нас было 8 рубинов, 7 новой эморадов и бриллиант. Я очень рад, что опять-таки рубины и бриллианты, опять-таки из региона СНГ. Я думаю, все сейчас знают, какие сейчас текущие промоушены. У нас будет срединаморский круиз. Ничего не может быть счастливее, чем оказаться на этом круизе, чтобы увидеть тысячу человек из СНГ на этом круизе. Это настолько важный промоушен для вас, чтобы провести время вместе с семьей и провести отличные каникулы. все как одна большая же у нас семья. Поэтому я хотела бы, чтобы нас было тысячи на этом круизе. И я хотела бы завершить, сказав несколько вещей. У меня была возможность вчера, чтобы поговорить с отличными лидерами, лидерами, которые возглавляют СНГ страны. И я говорил около полутора-двух часов. И что меня затронуло, то, что, вау, лидеры, которые у нас есть, которые представляют страны СНГ, тип качества, ум этих людей, насколько они действительно переживают за всех вас и за ваш успех, действительно меня это заделало. Потому что у нас есть такая возможность делать замечательные вещи, чтобы быть самой большой компанией в Европе. И я думаю, что это потому, что у нас есть сообщения, которые мы хотим передать. Поэтому мы будем продолжать это делать. Мы будем продолжать делать это правильно, этично, легально. Мы хотим, чтобы эта карьера всегда была у вас. И это было здорово провести время с этими людьми, которые переживают о вас, услышав их видение и стратегию. Поэтому, пожалуйста, продолжайте работу. Всем хорошего дня. И мы очень ценим то, что вы делаете. Спасибо большое. Анна, спасибо большое. И, пожалуйста, хорошего продолжения события. Спасибо за такие теплые слова и за такие невероятные результаты в регионе, вдохновляющие. Ну, просто очень приятно слушать, смотреть. И пришло время уже перейти тогда и узнать, как растет бизнес в регионах под управлением украинской дирекции. И вот мы с удовольствием и все ждем этих результатов. И для этого я приглашаю генерального директора GNS Global Украина, Максим Селюк. Максим. Анна, добрый день. Да, здравствуйте. Как дела у вас в Москве? Отлично. Ждем ваши рекорды. Пожалуйста, покажите. Я тоже после Анны и после Кайла теперь поделюсь уже с вами результатами нашей украинской дирекции, по нашим странам, по всему региону. Если мы посмотрим на результаты более глобально, первого полугодия, я вот прочитал, подготовил, сейчас слайдик появится, то они у нас увеличились фактически на 46%. Это показывает, что даже несмотря на те условия, которые у нас сейчас есть, частичная изоляция, невозможность путешествовать, лидерам, поднимать свои команды, наш бизнес, наш бизнес GNS все равно растет. Рост на 46% за первое полугодие этого года. Если мы посмотрим и сравним просто июнь месяц 2020 года с июнь 2019, то увидим, что весь наш регион подрос аж на 165%. То есть июнь, несмотря на то, что это летний месяц, как правило, тихий месяц, то в этом году он выдался очень активным. И здесь я вам покажу разбивку по странам. Опять результаты за первое полугодие этого года сравнение с первым полугодием прошлого года. Украина подросла на 20%, Грузия на 40%, Узбекистан, молодцы ребята, на 515% выросли. И даже Туркменистан, который фактически там имеет большие проблемы с оплатой заказов, тоже подрос на 8%. Единственное, у нас страна, которая в небольшом минусе, это Молдова, минус 7%. Но я думаю, все впереди и до конца года ребята там подтянутся. По новым подписаниям. Опять же, за это полугодие первое, у нас появился 5337 новых дистрибьюторов в нашем регионе. Здесь я хотел бы поздравить тоже наших дистрибьюторов, которые достигли своих первых статусов. К сожалению, всех не буду называть слишком много, но вы можете посмотреть, найти свое имя там или имя своего спонсора, друга, человека из вашей команды. Очень много новых статусов начальных в Узбекистане, Туркменистане. Ребята работают очень и очень активно. Это все нефриты. Четыре слайда полностью забиты вашими именами. Молодцы, я вас поздравляю всех. И теперь переходим к следующему статусу. Жемчуг. Тоже, как видите, много людей у нас из Туркменистана, Узбекистана, Украина тоже есть. Грузия, Туркменистан, Узбекистан. Снова очень много, очень активные люди. И Грузия снова есть. Окей, поздравляем вас. Дальше мы переходим к следующему статусу. Это сапфир. Здесь я уже назову поименно. Опять же, Узбекистан. Новый сапфир Курбан Бай Курбанов. Поздравляем вас. Артемов Биенко из Украины. Артем, поздравляем. Наргиза Кушназарова. Снова в Узбекистан. Мавлюда Султанова. Тоже в Узбекистан. Поздравляем. Недеем Чадлешвили из Грузии. Майя Беня тоже из Грузии. Инга Нежевенко тоже из Грузии. Ведь Грузия тоже у нас активная. И Хатунна Харава из Грузии опять же. И еще один цифер из Грузии. Екатерина Рогитаури. И еще сапфир из Узбекистана. Гульнора Таджимуродова. И дальше новый статус сапфиры 25. Есть у нас несколько человек. Лидеров. Евгения Ярилова из Украины. Поздравляем вас, Евгения. Майя Талахадзе из Грузии. Поздравляем вас, Майя. Тако Морсашвили из Ура. Аси Ташвили из Грузии. Поздравляем вас. Тамар Каландарешвили из Грузии тоже. Сапфир 25. Поздравляем вас, Тамар. И у нас даже есть статусы сапфир 50 в июне месяце были. Это новичок, который проработал всего буквально 20-25 дней в июне месяце. Совершенно новый дистрибьютор. Но сразу же в первый месяц у него достичь статуса сапфир 50. Инанжон цилает. Мы его поздравляем. Я думаю, вы в ближайшее время скоро его услышите на одном из наших мероприятий онлайне. Поздравляем, Инанжон. И еще один сапфир 50. Это уже вам известный дистрибьютор, лидер в Узбекистане. Это Супроп Кубайдуллаев. Поздравляем вас, Супроп. Молодцы. Так держать. Я слышал, что у вас в Узбекистане у всех большие планы. И я думаю, в ближайшее время мы там услышим еще более новых высоких статусов. Сапфир Элит, Рубин и так далее. А дальше я тоже напомню о наших акциях, какие у нас есть в текущем месяце. Это снова мы поддерживаем, продлеваем акцию, потому что вы можете соединиться к компании всего лишь за один доллар. Еще на месяц, до конца июля. Запустили еще раз новый пакет Супер Амбассадор Пэкедж. Сам Супер Амбассадор. Передлеснулся. В принципе, он идентичный был июньскому. Просто мы поменяли название. Это уже летний пакет. Обратите внимание на то, что он дает 400 долларов бонуса спонсору. Какие акции у нас есть? Если у вас ежемесячный смарт-деливер больше, чем на 100 себе, то мы с удовольствием вам подарим еще один пакет. И обращу ваше внимание на еще одну акцию, которая у нас есть в смарт-деливеринг. Если вы покупаете два резерва, вы получаете в подарок еще один. И, соответственно, если у вас это получается 100 себе, то вы получите в подарок еще пачку ревитаблю. То есть в итоге у вас получается акция фактически 2 плюс 2. И вот еще одна такая акция, самая, я бы сказал, ожидаемая. Да, у нас долгое время, по-моему, с марта месяца не было на складе Бао Лайфа, одного из наших суперпродуктов. А сейчас мы уже получили подтверждение из нашего завода в Франции о том, что он уже практически готов. Они, я думаю, завтра его сделают. И мы его уже будем организовывать по ставку в Украину. То есть приблизительно где-то до конца месяца он точно уже будет в Украине. И мы сможем вам разослать все эти долги. И вот новый пакет в «Просби лидеров». Мы запустили этот пакет. Бао Лайф возвращается. Покупают три баночки. Вы получите одну подарок. И я снова еще раз всем напомню о нашем супермиграционном поездке. Это был круиз по Средиземному морю. Все те, кто был у нас в 2012 году с нами, могут подтвердить свои незабываемые впечатления. И просто до встречи в круизе в 2021 году. У вас еще есть время квалифицироваться до конца сентября. Рад был вас всех видеть, слышать. Всем пока. Анна? Максим. Ну да, результаты отличные. Спасибо за обзор. Старались. Да, только идем вперед. Спасибо. Приятный день вам. Вы знаете, мы на мероприятии GNS Live всегда стараемся пригласить гостей специальных, чтобы они нам рассказали о глобальных новостях, сделали обзор своей работы. И сегодня тоже не исключение. Сегодня к нам придут два гостя. Вы прекрасно знаете, что у нас есть большая глобальная программа в компании. Программа благотворительности. Каждый из вас делает вклад, может сделать вклад, может стать частью программы. Я, конечно, вы понимаете, я говорю о программе GNS Kids. И вы знаете, вот сегодня как раз к нам пришли, у нас будут два гостя, которые поделят, сделают полную, вы получите полную информацию об этой программе, что сейчас происходит. Первый гость – это специалист по связям с общественностью, Лин МакГоверн. Она расскажет о том, что было сделано в рамках этой программы, какие планы. То есть я думаю, всем будет интересно именно в мировом масштабе посмотреть и послушать эту информацию. А вот второй человек, он такой невероятно интересный гость, автор 12 бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Это человек-соучредитель благотворительного фонда «Витчерити». С этим фондом компания GNS связывает такая работа долгосрочная. И при помощи этого фонда компания GNS как раз помогает нуждающимся людям по всему миру. И вот с удовольствием этого человека мы познакомимся с этим человеком сегодня. Его зовут Крейг Киллбургер. И давайте посмотрим, что они нам сегодня приготовили. Привет, GNS Family! Я очень рада быть с вами сегодня, чтобы поделиться с вами новостями GNS Kids. Наша вторая часть видео может быть загружена в любое время, и мы будем онлайн на GNS Kids.com. Но для сегодняшних новостей я хотела бы поделиться с вами 2020 глобальная инициатива. И это школа WeCollege для предпринимателей. Мы совместно с проектом WeCollege Charity хотели построить школу для предпринимателей в Кении. Сегодня у нас будет замечательный гость Крейг Киллбург, который является создателем данной программы, данного проекта. И он поделится с нами новостями, как идет проект. Но прежде чем я представлю Крейга, я хотела немного вам представить общую идею проекта. И что происходит в Кении. Это проект общей стоимостью 1 миллион долларов GNS Kids, абсолютно спонсированный GNS Kids. И как результат это будет полноценная школа предпринимателей. И она предоставит все необходимое образование для студентов в Кении, у которых нет возможности для того, чтобы обучаться в университете. И прекрасное здание, которое вы видите, это будет полноценная школа, заполненная кабинетами, офисами. Мы очень рады этому проекту. Наши фонды покроют абсолютно все, что необходимо для того, чтобы проект жил. Начиная от постройки здания и заканчивая предоставлением компьютеров различными деятельностями, кружками. Также мы обучаем персонал для того, чтобы они могли управлять колледжем. Что действительно замечательно по этому проекту, это влияние, которое оказывает проект на страну. Студенты, которые закончат колледж и получат образование предпринимателей, они смогут предоставлять работы и действительные решения для своих общин в Кении. Немного о программе. Она очень понятная. Все студенты будут обучаться бесплатно. Как только они поступят в университет, у них будет полноценный диплом, который предоставит теорию обучения, но также и практические знания. Во время их обучения в этом университете они смогут понимать, как делать бизнес-план. Пока мы думали закончить проект этим летом, COVID-19 немного помешал постройке проекта, но это не значит, что став прекратил работать. На самом деле они были очень заняты. И нам очень повезло, что у нас был Задий, который является менеджером программы. Она хотела поделиться с тем, что сейчас происходит на кампусе WeCollege. Привет, Жанес! Мы здесь, в Масаймаре. Я хотела бы сказать вам спасибо вашей поддержке и поддержке WeCollege. В эти страшные времена COVID-19 мы использовали WeCollege как госпиталь для ребят, которые получили аффект от COVID-19. Мы знаем, что займет много времени для того, чтобы вирус не оказывал такое влияние. Мы делаем все необходимое для того, чтобы остановить продолжение данного вируса. И действительно, очень много людей помогает нам. Мы знаем, что мы через это пройдем благодаря вашей поддержке. Мы надеемся, что Жанес Фэмили везде в мире в порядке, в здоровье. И мы надеемся вас скоро увидеть, чтобы вы увидели результат этой школы. Это так здорово слышать, что наша семья Жанес в Кении в сильных руках и делает действительно многое для того, чтобы бороться с влиянием коронавируса. И сейчас для меня большое удовольствие представить вам основателя WeCharity, Крейга. Я хочу сказать вам, что Крейг замечательный человек. Я впервые познакомилась с ним в 2017 году, когда у меня была моя первая весенняя поездка в Эквадор. И мы путешествовали с Крейгом два часа, где мы разговаривали о проекте WeProject. И я была так вдохновлена, что сам организатор этого проекта помогал всем в прямом смысле. Я подумала, это просто замечательно. И затем мы с Крейгом виделись в Индии, в Кении несколько раз. И мы работали вместе, пытаясь повлиять и оказать влияние везде в мире. Я обожаю работать со всей командой Крейга. И нам очень повезло, что сегодня Крейг с нами. Поэтому я хочу сказать, добро пожаловать, Крейг, в Жанес Лайф. Спасибо большое. Спасибо большое за добрые слова. И в первую очередь большое спасибо всей общине Жанес и тем, кто принимает участие в Жанес Китс. Я знаю, вы знаете это, но это действительно замечательное мероприятие, которое вы организовали в Жанес Китс. Спасибо, Линд, тебе за твои добрые слова. Я думаю, что это очень важно, что сами представители Жанес едут на эти события, мероприятия в этих странах. Скотт, Рэнди, Ильюс, они были в этих странах, помогая постройке, уча. Я думаю, что это и есть самое важное, насколько Жанес обязывается помогать этому проекту. Спасибо большое. Мы так рады, что ты сегодня с нами. Я думала, что так как мы этим летом не сможем посетить Кению, я очень расстроена, потому что я очень скучаю по многим студентам. Я думала, может, и сможешь нами поделиться последними новостями, как проходят дела у ребят там. Конечно. Для тех, кто не знает, у Жанес, по сути, есть удочеренные, усыновленные общины, предоставляя все, очищая воду, предоставляя питание, увеличивая возможности для них. Скоро будет два полноценных комьюнити, общности, которые будут получать помощь на 100% от Жанес. Чтобы продолжать все время быть с Жанес Китс во всех смыслах. У нас есть три стратегии в Жанес. Это изменение системы здравоохранения, то есть обучать людей, как защищать себя, потому что не все об этом знаем. Второе – это предоставление питания. В связи с повышенным уровнем бедности мы делаем так, чтобы быть уверены в том, что люди получают питание. И три – это медицинское вмешательство. Это то, что Жанес с нами вместе прорабатывает. Мы строим в Кении госпитали, у нас есть различные программы. И мы делаем все, начиная поддерживать самое начало у входа в госпитали и заканчивая тем, что мы работаем со сложными случаями коронавируса. Поэтому Жанес Китс, мы действительно обязаны общинам в Кении. Звучит так, будто вы делаете замечательную работу в Кении. Мы сейчас работаем, мы сейчас все получаем какое-то влияние от коронавируса негативное. И это так здорово, что комьюнити так работает. Это здорово, то, что вы делаете, чтобы комьюнити продолжали существовать и оставаться здоровыми. Мы хотели бы немного больше углубиться в детали того, что мы сегодня делаем. Поэтому давай поговорим об этом немного больше. Я хотела бы начать немного сначала и потом вернуться к тому, что это действительно очень амбициозный проект. Огромная школа в Кении. И это то, что мы раньше не считали. Расскажи мне, пожалуйста, как пришла вообще эта инициатива? Скотт, Венди и Рэнди всегда говорили очень страстно о том, что Жанес хочет оказать какое-то влияние. И если честно, это не только о комьюнити, об общности. Это о том, что Жанес... Самое важное, это то, что они могут повлиять на изменение жизни ребенка. Они помогают менять их жизнь, чтобы она продолжала быть стабильной. Скотт когда ко мне подошел и сказал, мы хотим что-то сделать большое, стабильное. Мы хотим, чтобы Жанес тоже в этом участвовал. И как Жанес сейчас поддерживает все различные эти проекты по всему миру. И на самом деле теперь эта комьюнити оказывает влияние на другое комьюнити. И как эти люди меняются. И это получается какой-то круговорот позитивности, где каждый человек оказывает положительное влияние на другого человека. И мы все вместе с огромным видением, которое было организовано с Котом, мы подумали, а что если Жанес смогу построить специальный университет? В Западной Африке, в одном из самых тяжелых регионов финансовой ситуации Африки. Таким образом, чтобы мы могли предоставить все необходимые бизнес-знания для детей. Все, что мы знаем, необходимо и нужно, начиная от человеческих ресурсов и заканчивая бухгалтерией. Поэтому мы очень рады, что этот проект, предоставляющий все обучение, будет существовать. Мы тоже очень рады этому проекту. Я помню, когда Скотт говорил об этом проекте в начале года, в январе. Людям очень понравился концепт. И я думаю, что это очень коррелирует с нашими дистрибьюторами. Все хотели поучаствовать и узнать больше об этом проекте. Что мне очень нравится, о чем ты говоришь, это то, как эта школа предпринимателей окажет влияние на людей, дав детям более светлое будущее. Скажи, пожалуйста, какое влияние окажет это на студентов и на людей в этих общинах? Ну, во-первых, это будет включать деревни, которые уже были изменены, которые уже получили помощь от Juness. И мы закончим тем, что мы закончим их полный цикл обучения. Ребят, которые уже начали там обучаться, для того, чтобы они смогли стать предпринимателями и действительно стабильными. И это будет кормить их всю жизнь, эти знания и эти практические знания предпринимательства. Очень много членов семьи Juness участвует в этом. Поэтому они могут дать те же необходимые навыки, которыми владеют. И на самом деле это поколение будет будущим поколением, которое будет предоставлять работу, инфраструктуру для того, чтобы создать стабильный импакт, стабильное влияние, и чтобы развитие было стабильным и постоянным в этой стране. Мне очень нравится, что этот проект предоставляет ребятам, что он так… что этот проект действительно может помочь всем ребятам. И что еще мне очень нравится в этом проекте, и что очень отвечает нашим ценностям Juness Family, это то, что Juness может в этом участвовать. Как наши основатели и дистрибьюторы могут поучаствовать в этом? Мы начнем с того, что даже… Ребята из Juness будут даже помогать создавать резюме. Как только коронавирус закончится, мы хотим открыть колледж. Мы хотим представить, чтобы ребята из Juness Team могли помогать ребятам, обучать их. Когда дело касается, например, продаж или управления людьми, мы хотим создать виртуальные пункты общения через Zoom, Skype, чтобы они могли обучать по всем регионам мира. И мы действительно надеемся, что это будет такая глобальная большая семья в руках Juness. Мне это очень нравится, что для нашей жены семьи это звучит очень здорово. Я знаю, что сейчас мы не строимся. Ты можешь немного нам показать, что сейчас происходит в колледже? Конечно. Так как и в многих странах сейчас в Кении социальная дистанция, и это мешает постройке, мы очень быстро двигаемся на другом проекте. На самых главных моментах это составление резюме. Мы хотим, чтобы это резюме было действительно world class. Мы также занимаемся тем, что мы сейчас нанимаем. мы хотим, чтобы у нас были самые лучшие учителя. Мы хотим, чтобы студенты, когда заканчивали колледж, они знали, что у них есть возможность строить такие отношения. Также, чтобы везде в стране знали, что это действительно возможность. Поэтому мы знаем, что поэтому пытаемся, чтобы когда наша школа открылась, мы хотим, чтобы были все необходимые ресурсы, самые лучшие учителя. Мы хотим, чтобы эти молодые люди вас вдохновляли и использовали весь свой потенциал для того, чтобы менять общественности повсюду. Я уверена в том, что именно это вы и сделаете. И это будет здорово, когда у нас будет шанс для того, чтобы посетить этот проект, когда он возродится в жизни. На самом деле, у нас сейчас есть очень большая цель, которую мы себе поставили. Эта цель была собрать миллион долларов для этого проекта, полностью спонсируемая Женес Китс. И как только, ну, так как уже прошло полгода, мы решили проверить, в каком сцене сейчас находятся фонды. И давайте проверим. Итак. Вау, здорово! Что вы думаете? Мы почти достигли нашей цели. И в мире социальной дистанции я знаю, что все сейчас проходят через тяжелые времена, поэтому я знаю, что достигнуть чего-то, что выше тебя, чтобы помочь тем, кто более раним, это то, что есть в самом сердце Женес Китс. И у нас есть Венди, Рэнди, Скотт и вся семья, вся семья Женес, особенно те, кто поддерживает Женес Китс. Это так здорово, что мы уже наполовину здесь. И мы действительно очень благодарны всем, кто очень интересно работает. Спасибо. И мы знаем, что этот проект изменит жизнь. Он будет оказывать влияние на следующее поколение. И мы очень рады, что мы этот момент будем делать вместе. Мы очень рады, что это контрибьюторы Женес Китс, которые привели нас к тому, что мы сейчас имеем и очень такую широкую поддержку оказывали. Мы наполовину здесь, так что вот осталось еще немного, поэтому я хотела бы напомнить людям, что вы можете предоставить помощь в любое время. Женес Китс. Ком это сайт, переведен на несколько языков, для того, чтобы для дистрибьюторов Женес было намного легче ориентироваться. вы можете сделать донацию один раз, либо стать постоянным спонсором с помощью Smart Delivery Donation. Поэтому мы всегда благодарны за поддержку, которую мы получаем от Женес Фэмили. Поэтому я хотела бы благодарить Крейга за то, что он был с нами сегодня. он всегда такой чемпион, когда дело касается Женес Китс, такой борец. Ты и вся ваша WE команда. Я просто хотела сказать, что я жду, не дождусь посмотреть, что будет дальше в этом проекте и какое влияние мы сможем оказать. Поэтому одно сердце, одна надежда, одна миссия. Столько много информации мы еще никогда не получали про эту программу. Полный, полный обзор сегодня был. И сейчас пришло время пригласить мою коллегу сюда к нам в студию из прекрасного города Киева Светлана Гаврилюк, селс-директор с нами в эфире. Светлана. Добрый день, Анна. Добрый день. Рада всех приветствовать, дорогие партнеры, лидеры. Рада быть сегодня с вами. И сейчас мы продолжаем наше первое я с радостью передаю слово лидеру. Это тонкая женщина, интересная личность, которая является двигателем чуть не студала прогресса, но, наверное, и в прогрессе бизнеса в том числе именно в ее струкле появился первый бриллиантовый лидер на просторах СНГ. Она расскажет очень важную тему, это влияние пакетов на бизнес, влияние пакетов амбассадор. И тему я уверенно не оставлю надушным абсолютно никого, потому что инструменты наши сделки. Итак, встречайте. Украина, город Одесса, Сапфир элит, Раиса Субарева. Раиса, вам слово. Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, партнеры, здравствуйте, гости. Я очень рада сегодня пообщаться с вами. Я вообще счастлива тем, что я пять лет, уже почти шесть лет, как я иду вместе с компанией ЖНС. Я очень люблю эту компанию, очень счастлива в этой компании. И мы сегодня с вами поговорим о влиянии пакетов амбассадор на бизнес. И кто мне переключает слайды? Говорите, предыдущий слайд. Please, next slide. Да. Вы знаете, все зависит от того, зачем мы приходим в этот бизнес. Если у нас большие амбиции, если у нас серьезные планы, стоят большие задачи, цели, то, конечно же, мы делаем правильный выбор. И правильным выбором является, конечно же, пакет амбассадор. Next slide, please. Пакет амбассадор. Я сама зашла на этот пакет, мне очень нравится этот пакет, и мы сейчас с вами будем разбираться, почему этот пакет так важен. Но в первую очередь, потому что если мы сами заходим, если вы заходите на этот пакет в бизнес, во-первых, это серьезный вход в бизнес. такой бизнесовый вход в бизнес, да, и этот пакет сразу дает нам возможность получить, если мы пригласили человека, и он приобрел амбассадор, пакет амбассадор, то мы получаем 400 долларов за рекомендацию, да, видите, вот пакет есть и в России, и в Украине есть такие пакеты, 400 долларов и 315 CV, или же есть другие пакеты, которые дают нам возможность получить 250 долларов и 500 CV, и наши люди, как и наши дети, делают то, что делаем мы, если мы заходим, они все спрашивают, ты на какой пакет зашел или зашла, я говорю, на пакет амбассадор, как правило, я объясняю, почему этот пакет важен, дальше, следующий момент, почему это очень важно, потому что кроме дубликации, тут большой ассортимент продукции, и вы будете просто счастливы использовать всю эту продукцию, и по уходу за волосами, и кожей лица, и по уходу за, вовнутрь продукцию, да, используйте, то есть большой ассортимент продукции, вы можете использовать все и сразу, начинать пользоваться, и получить прекрасный результат, потому что когда вы получаете результат, у вас появляется вера, уверенность, вы делаете этот бизнес легко и просто, плюс когда вы покупаете этот пакет, вы получаете на 300 долларов подарок, и в России, и в Украине вы получаете на 300 долларов подарок, представляете, где бы вы вошли в бизнес, в международный бизнес, и получили еще 300 долларов, подарок на 300 долларов, кроме этого, у вас есть возможность не только пользоваться продукцией, у вас есть возможность еще продать эту продукцию и получить дополнительный Следующий момент, почему этот пакет очень важен, потому что вы становитесь, получаете статус сапфир, то есть это вам дает возможность на протяжении полугода иметь дополнительный доход 20% от циклов тех людей, которых вы лично пригласили, 15% от второго уровня и 10% от третьей линии. То есть вы не теряете ни одной копейки. Я хорошо помню, я на втором месяце закрыла статус сапфир, я была очень рада, мне очень нужны были деньги в этот момент, я была очень рада, что я получаю дополнительный 20, 15 и 10%. Я не теряю ни одной копейки. И у меня есть возможность совершенно спокойно работать, не боясь, что я теряю деньги при этом. Поэтому в течение 180 дней вы получаете вот такой вот статус. И еще один момент очень важный, что так как мы сегодня выполняем условия для того, чтобы поехать в путешествие, у вас есть возможность, даже если вы только что пришли в бизнес, до конца сентября у вас есть возможность выполнить условия для путешествия. Или с самим ехать вы можете, или же вы можете ехать вместе со своей семьей. И амбассадоры – это как раз очень хорошая возможность, потому что каждый амбассадор дает вам возможность, каждый подписанный амбассадор дает вам возможность получить 25 тревел-баллов. 4 амбассадора – 100 тревел-баллов. Представляете? 8 амбассадоров – 200 тревел-баллов, и вы уже в путешествии. Это еще один очень важный момент. И я тут создала такую таблицу для новых людей, рассказываю. Если вы один подписали двух людей с пакетом амбассадор, то вы получили как минимум 500 или 750, или 650, или 800 долларов, и сразу цикл. Видите? 35 долларов – сразу цикл. Тогда как вы, если заходите сами на Basic и подписываете людей Basic пакетами, то вы, естественно, не получаете вот этот цикл. И смотрите, если вы пригласили двух людей, и ваши люди вас повторяют, каждый из них приглашает по два, потом следующий по два, 4, 8, 16, 32, то что произойдет в конечном итоге? В конце концов, по циклам ваша команда заработает 79 625 долларов, друзья мои. Только по одному виду дохода. Представляете? 79 625 долларов. Если же люди заходят с пакетами Basic, то это всего 15 925. Понимаете, какая разница? И все дело в том, что неважно, какой пакет мы подписываем, с каким пакетом люди заходят. Мы тратим одинаковое количество времени, одинаковое количество усилий, одинаковое количество энергии, но результат разный. Поэтому предлагаю вам объяснять, если вы хорошо сможете объяснить людям, как важен пакет Амбассадор, вот вы будете им рассказывать то, о чем я сегодня говорила, то однозначно у вас все люди будут заходить на пакет Амбассадор, потому что это очень-очень выгодно. Я надеюсь, что я смогла вам рассказать, почему это выгодно, и вы будете воспользоваться этой возможностью. Я вас благодарю и желаю всем огромных успехов. С вами была Раиса Зубарева. Спасибо большое, Раиса. Спасибо за вашу экспертность и ваше желание передать огонь в сердце всем нашим лидерам. Это важно. Спасибо вам огромное. А мы продолжаем. И сейчас еще одна очень важная тема, насущная, которая тоже не давит никого равнодушных. Почему? Потому что команда. Команда решает многие вещи. Большая команда, большой бизнес. Быстро можно строить карьеру. И вы только что видели презентацию результата и российской, и украинской дирекции. И вы видели, что люди растут. И если вы знаете, знакомы, то вы понимаете, что растут люди, растут лидеры. Это очень здорово. Это то, к чему вы все тянетесь. И мы радуемся вашим результатам. И вся тема, которая сейчас будет, это достижение цели через командную работу. Представляет эту тему, конечно же, команда. Команда из двух лидеров. Для которых это не просто слова наполняют, которые наполнены смыслом, а интересное дело, которое наполняет смыслом всю жизнь этих людей, этих лидеров. И дает, конечно же, материальное благополучие. Итак, приглашаем к слову Сергея Шутрова, Сапфир и РИС, и Петр Балаков, РИС-Сапфир 50. Белоруссия, прошу вас. Спасибо, Светлана. Спасибо огромное за представление. Сегодня, на самом деле, очень горячий день. Я хочу поздравить весь рынок СНГ и Восточной Европы с таким колоссальным ростом. Друзья, это просто цифры не врут никогда, да, и это просто ошеломительный результат. И я всех приветствую на этом мероприятии GNS Live. Я также хочу представить, вместе со мной находится моя первая линия, Сапфир 50, Петр Золотков. Петр, ты с нами? Да, как слышно меня, Сергей? Да, прекрасно тебя слышно. Всем привет. Всем привет. Привет всем, друзья. И наша тема с Петром сегодня – раскрыть вообще цели полагания, раскрыть понятие команды и как цели влияют на общий результат команды. Поэтому, Петр, я хочу задать тебе такой первый вопрос. Я знаю, что ты человек у нас из спорта. Расскажи, пожалуйста, цель как спорт, вот как тебе твои прошлые заслуги, связанные с достижениями в спорте, они помогли в сетевом бизнесе очень быстро начать подниматься по карьерной лестнице. Потому что ты в первый месяц, в один месяц закрыл сразу две квалификации. Это Сапфир 25 и Сапфир 50. Расскажи, вот, цель как спорт. Вопрос к тебе. Спасибо, Сергей, за вопрос. Всем здравствуйте. На самом деле, классный вопрос. И вот я, как человек спорта, кандидат в мастера спорта в двух видах спорта по биатлону и по пожарному спорту, да, я все время, как я рос вообще даже в спорте, да, вот то же самое, как и здесь в бизнесе, нужно всей команде заявить, что вот здесь и сейчас я добьюсь вот такого-то результата. Пусть это будет маленькая цель такая, да, но нужно поставить вот цель прямо вот здесь и сейчас, своему тренеру сказать, своему наставнику, спонсору, всей команде, с которым ты ведешь бизнес или тренируешься как в спорте, нужно всем сказать, пускай они там будут смеяться, скажут, у тебя там не получится. Все равно нужно поставить цель, а потом и будет фокус на цель, да, то есть мы будем идти к ней, и неважно нам найти насмешки на все, да, то есть мы будем идти прямо к этой цели. То есть нужно заявить всем, чтобы знали, в социальных сетях посты написать, полностью словами сказать, позвонить всем близким, сказать, вот такой цели я достигну, пускай наблюдают. Вот, и то же самое, как в спорте, да, здесь нужна, тоже амбиции нужны, здоровая конкуренция по-любому, да, и нужны тренировки. Невозможно поехать на республиканские соревнования, если вы не попали в стройку на областных соревнованиях, да, то есть нужны тренировки к этому, да, чтобы попасть даже на областные соревнования. Сначала нужно на районные соревнования в стройку попасть, потом только на область повезут. То же самое и здесь, невозможно попасть на сцену, пока вы не в квалификации сапфир, да. Вот сапфира закроете, все, вам уже будут выступать, будет признание, будет все круто. В принципе, вот… Спорт дал тебе такую внутреннюю закалку, да? Да, спорт дал мне внутреннюю закалку, и нечего, ничего вообще бояться. Да, будет сложно, будет некомфортно ставить цель, будешь думать, а если я ее не достигну? Но самое главное, надо заявить. То есть, если не будет больно, если не будет некомфортно, будет больно от этого, что ты поставил цель, тогда будет рост. То есть, если не болит, то значит не растет. Круто, отличная рекомендация, записали. Сергей, у меня к тебе встречный вопрос. Вот что в твоем понимании поставит цель, и вообще, как ты это делаешь? Хороший вопрос, на самом деле, Петр. Ну, в первую очередь, цель всегда нужно записать. Я вот специально с собой взял, у меня всегда такие таблички есть, вот я, когда делаю какую-то цель, я себе ставлю вот такую табличку. И вот здесь вот, если вам видно, я не знаю, насколько качество связи позволяет, здесь написано, 30 июня 2020 года мы закрыли статус «элитный сопер». Вот, то есть такая вот табличка, поэтому в первую очередь нужно цель всегда записать. Во вторую очередь, то есть нужно всегда слово «хочу» перевести в слово «делаю», потому что мы все хотим. Хотим стать сапиром, хотим стать элитным сапиром, рубином и так далее, но мы садимся и, да, то есть не делаем никаких действий или делаем этих действий мало. Потом, следующий момент. Рассказать о своей цели обязательно ключевым людям. То есть вы рассказываете о своей цели ключевым людям, но точно так же вам важно, чтобы вы выслушали цели ключевых людей, чтобы ваши люди в вашей команде, они тоже рассказали о своих целях. Благодаря этому срабатывает такое правило синергии, ваша цель, соединение с целью ваших ключевых людей. Вы вырабатываете стратегию, используете инструменты, которые дает вам компания GNS, а инструменты просто колоссальные, особенно те инструменты, которые у нас были в прошлом денежном промоушене, и это инструменты, которые позволили вывести бизнес на совершенно другой уровень. Поэтому мы используем стратегию, присоединяем инструменты компании, плюс всегда я еще запускаю свои личностные промоушены для своей команды, когда вот ребята тоже поощряются лично нами, вот с Катериной, да, мы ведем бизнес вместе с моей супругой, ну вот поощряются еще это денежными гаджетами и так далее. Поэтому я считаю, что вот это важно, когда ты сам двигаешься в одном направлении, важно, когда есть инструменты компании, и важно, когда об этом знают твои люди, вы вместе срабатываете. Потому что стратегическое мышление, я считаю, это одна из вообще причин, один из секретов, почему вот люди достигают быстро определенных каких-то статусов. Петр, тебе вопрос. Соцсети как инструмент влияния на результаты своей команды. Я знаю, ты у нас парень горячий, твои социальные сети постоянно там кипят, у тебя много комментариев там разных, люди пишут. Я знаю, что ты огромное количество людей включаешь только благодаря своему инстаграмму, там, фейсбуку и так далее. Скажи, как ты при помощи социальных сетей влияешь, в общем, на результаты своей команды? Потому что я знаю, что в прошлом месяце у тебя там и Sapphire 25 появился, молодой парень, и другие были результаты, да? То есть люди, которые только пришли в этот бизнес и очень быстро запускаются. Скажи, в чем твой секрет, почему так происходит? Как, что ты делаешь такое в социальных сетях, что у тебя такой колоссальный рост в компании? Спасибо, Сергей, за вопрос. Начну с такой фразы «ноу шоу, ноу мани». Нет шоу, нет денег. То же самое и в этом бизнесе. Нужно создавать движуху в социальных сетях. Фейсбук, Инстаграм, ВКонтакте, где бы только вы не были, да? Почему это нужно делать? Во-первых, ваши люди, ваша команда за вами наблюдает, да? То есть как вы, что вы преподносите людям? Нужно делать посты, да? Это больно. Некоторые люди боятся там сториз закидывать, прямые эфиры, там, посты писать. Говорят, что я там могу написать, но я боюсь выступления публичного. На камеру светиться. Но если вы не будете делать шоу-бизнес, да? Шоу-бизнес, да? Не будет результата. Нужно создавать вот эту движуху. Я тоже боялся первое видео записать. Но потом меня не остановить. Держите меня семеро, да? Самое главное – попробовать вот это. И все, движуха пойдет. И тем самым результат команда, она наблюдает, она тоже боится. И вот первые шажки, вы через это прошли, и вы передаете дубликацию в бизнесе. То есть самое главное в нашем бизнесе, чтобы люди смогли вас повторить. Если они не смогут повторить вас в социальных сетях, не будет дополнительного притока трафика, не будет больше входящих. И мои социальные сети мне позволяют включать новых людей. И, кстати, классных людей никогда бы я даже не подумал. Благодаря социальным сетям люди приходят в бизнес и начинают, и идут за мной. Я не знаю, что мной движет. Возможно, энергетика, как многие говорят. То есть нужно развивать. Это больно, это не все могут, но нужно бороться. Это тренировка. Это то же самое, как в спорте. Нужно бороться, через это проходить. И тогда все получится, и будет крутой результат. Сто процентов. Это зоны комфорта ты имеешь в виду, да? Да, надо выйти из этой зоны комфорта. Это будет сложно сделать, но это возможно. Самое главное – посмотреть, кто в социальных сетях вас вдохновляет, и пойти по его примеру. Все получится. Да, я еще знаю, что у Петра очень много спортсменов в команде, поэтому я вот иногда шучу, что мы скоро свои Олимпийские игры будем проводить. Да, Петр? Да, да. У нас мастера спорта в разных видах спорта, поэтому скоро будем выставлять команду. Хорошо, спасибо. Сергей, к тебе тоже вопрос встречный будет. Как вообще работать в команде, и если понимать, то есть ты как единица команды, то есть ты командный игрок. То есть ты, то есть единица команды, то есть ты находишься вот внутри команды. Все, я понял вопрос. На самом деле я всегда говорю такую фразу, что для того, чтобы достичь бизнеса в сетевом бизнесе, нужно всегда быть играющим лидером. То есть есть вот некоторые лидеры, которые приходят в наш бизнес, и они вот там закрыли какой-то статус, закрыли какую-то квалификацию, и как надсмотрщики ходят там, над всеми смотрят, кто там что делает. И здесь очень важно, чтобы лидер в команде, ты сказал, как, да, вот внутри, соответственно, он был примером для подражания своей команды. То есть ты единица, вот правильно ты сказал, единица общего целого. То есть ты не являешься каким-то там начальником, надсмотрщиком, или тем, кто там руководителем каким-то, который руководит. Ты являешься тоже командным игроком. Соответственно, ты точно так же приглашаешь людей, ты точно так же их запускаешь в бизнес, ты точно так же растишь лидеров и сохраняешь команду. То есть ты являешься постоянно играющим лидером. Ты пример для подражания своей команды. Еще очень классный такой инструмент, который мы используем, особенно в последнее время. Я всегда говорил, когда моя Катя еще, вот моя супруга, присматривала возможности этого бизнеса, она за мной наблюдала, я всегда ей говорил, Катюш, говорю, ты когда придешь в наш бизнес, мы закроем квалификацию сапфир 50, элитный сапфир. Так ли произошло? Когда Катя пришла в бизнес, сразу статусы пошли вверх. Почему так произошло? Потому что, смотрите, мы очень сильно сейчас в последнее время пропагандируем семейный бизнес. У нас прямо в команде огромное количество семей. Я вам тоже рекомендую многим вот это как лайфхак. То есть старайтесь, чтобы в бизнесе было всегда двое. Потому что, смотрите, то, что раньше выполнял, допустим, я какую-то определенную работу с командой, сейчас берет Катя на себя. И вот это очень хороший такой инструмент. Мы тогда делаем намного больше, мы делаем это быстрее, и, соответственно, статус растет постоянно и увеличивается из-за этого команда. Поэтому, друзья, для того, чтобы работать в команде, быть единицей целого, нужно всегда применять те принципы, правила и вообще правдивость, легальность, легитимность вот тех принципов и правил, которые существуют в команде и на себя. То есть ты не являешься каким-то таким, ты сапир элит, но ты там, да, все, ты там директор, сидишь на троне и всех погоняешь. Нет, такого не может быть. Вы тоже являетесь единицей команды. Как в спорте. То есть как футбольная команда, хоккейная команда. Ты не сидишь на скамейке запасных и не наблюдаешь, как там остальные там что-то делают. Ты тоже гоняешь этот мяч. И твоя задача, чтобы команда выиграла. Именно вот таким вот образом побеждают все. Поэтому я хочу пожелать всей семье Джинес, ребята, сейчас самое активное, продуктивное время. То есть это очень важно. Сейчас тот момент времени, когда нужно вот так, есть такая передача девятая повышенная, надо включать девятую повышенную и давить газ в пол. Вот именно сейчас тот момент, когда не надо там жарить шашлыки, ходить там со знакомыми куда-то встречаться. Да, я понимаю, лето, тепло, солнышко. Но, ребят, сейчас самый важный период в компании Джинес. И то, что мы сейчас видим, те цифры, которые сегодня показывал нам Кайл, показывали наши директора по продажам, они просто будоражат. Вы представляете, какой процентный рост? И каждый из вас вы внесли свою лепту в этот результат. Поэтому, друзья, давайте сделаем так, чтобы 2020 год он был максимально наполнен позитивом, чтобы в этом году появились новые бриллианты, новые еще изумруды, новые рубины. Ну и мы, конечно, тоже выросли в квалификации. Все, всем пока, ребята. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо, Сергей. Спасибо, Петр, за ваш опыт, за ваши лайфхаки. Мы стали все подачи немножко, потому что получили от вас опыт. Ну и мы продолжаем дальше. Торжественный момент. Я знаю, что все ждут тот момент, когда мы разыграем нашу лотерею, тот момент, когда вы услышали какие-то суперновости. Могу сказать, что день был насыщенный, уже было очень много важных, эффектных таких новостей. И наши директоры подчеркнули это, о том, что наш рост – это и есть суперновость, но еще будет нечто такое, что вам точно понравится. Итак, варабанная дробь. И розыграция уже состоялся. Итак, первый победитель. Встречайте. Поздравляем вас, дорогая, нау-дуалет Жаген. Это Успитистан. Поздравляем, вы получаете Ревида Блу, прекрасный наш освежающий напиток. Спасибо вам за то, что были сегодня с нами. Поздравляем. Я уверена, что все, кто не выиграл, обязательно его приобретут, потому что это то, что лично меня болит летом. Спасибо большое. Слайд, please. И следующий победитель у нас уже тоже известен. Конечно же, это Галина Богданова. Россия, поздравляем вас. Вы получаете целый сет. Это Шампунь, наш ультро восстанавливающий. Это инфидионная сыворотка и прекрасный кондиционер. Поздравляем вас. Будьте с нами. Спасибо всем, кто был. Но это еще не все. Вы все ожидаете новость, и мы ожидаем ее тоже. У нас все прекрасно, но будет еще лучше, я уверена, потому что это новость, которую мы все ждем. Это то, чего не было еще никогда, но впервые. Вы видите, что спот, любы, будет в прямом эфире. Это важное событие. Я знаю, я не видела его лично, но слышала его в сапе. Таких всегда. Это очень вдохновляющий эфир. Это супер спикер. Его слушать одно удовольствие. Но также он не просто будет выступать с мотивирующей речью. Это будет супер какая-то очень важная новость. Поверьте, мы тоже из-за удовольствия ждем. Я всех призываю подключаться 16 июля к прямому эфиру. Вы видите, что время разное есть на злодитаристское время и на злодитаристское время есть на злодитаристское время. Это будет у нас ранее рута. Но помните о том, что кто владеет информацией, тот владеет эфира. Я буду слушать в прямом эфире, поэтому призываю вас. Присоединяйтесь. Это будет супер-супер-супер новость. Мы все с нетерпением ждем. И тот, кто ее услышит, я уверена, что до утра, ну, дальше продолжать спать не будет. Так как у нас все потранствует в милле и много людей в разных странах, поэтому время у всех будет радо. Но тот, кто послушает, я уверена, будет на гребне волны. Спасибо вам с тем. Мы заканчиваем наш сегодняшний эфир. Я думаю, что выиграли сегодня все, потому что вы узнали новости, вы знаете направление, буду двигаться. Если у вас сегодня еще не было на слайдах, я уверена, и у вас не было подписчиков статусов, так этому я уверена, с медицей идете. Мы ждем вас в следующем эфире. Мы рады вас поздравлять, рады вас видеть. Всегда радуемся от вашего эфира. Работаем для вас. Воссоединяйтесь. 16-го ждем вас и на следующий день я вас тоже. Всего доброго. Мы вас любим. И спасибо, что были с нами. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok